Всем привет! Вы смотрите Флагман ТВ. Сегодня я вам расскажу про топ-5 ошибок при ловле щуки. Большинство своего времени я нахожусь на рыбалке, на водоемах и наблюдаю за другими рыболовами. Плюс мне постоянно в сообщения поступает очень много вопросов от новичков, начинающих рыбаков, которые хотят научиться ловить на спиннинг. И сегодня я решил выделить топ-5 самых основных и самых распространенных ошибок, которые я вижу у рыбаков, которые люди допускают именно при ловле щуки. Первую ошибку, одну из самых распространенных, можно описать как неправильно подобранный груз при ловле щуки на джик. Рыбалка на джик достаточно интересная рыбалка, которая касается силиконовых приманок, огруженных свинцовыми грузиками. И здесь все строится именно на особенностях поведения щуки. Сама по себе щука-рыба достаточно пассивная. Она немного перемещается по водоему и большинство времени стоит в засаде в ожидании легкой добычи. Именно поэтому при ловле щуки нам нужно подбирать всегда груз чуть немного меньше, чем нужно, для того, чтобы приманка у нас порусила примерно 1,5-2-2,5 секунды. Таким образом, у щуки появляется дополнительное время для того, чтобы какую-то долю секунды подумать, а стоит ли атаковать нашу приманку. И очень часто именно практическим путем было замечено, что щука любит, во-первых, когда приманка дольше парусит, любит парусные приманки, какие-то объемные твистера, либо же раки с двумя клешнями и тому подобное. Любит массивные объемные твистера, которые также подвисают в толще воды, немного зависают, делают такую паузу, играют на падении и тогда щука на них лучше атакует. Очень много рыбаков при ловле щуки используют достаточно тяжелый груз. Это из-за грубости снасти, из-за толстого шнура, для того, чтобы забрасывать дальше, ну, либо же просто не хотят покупать тонкий шнур, тонкие шнуры всегда дороже. Из-за этого у них проводка получается достаточно резкая, приманка падает очень быстро, либо же вообще там практически не подрывается, и поклевок щуки таким образом гораздо меньше. Правильно подбирайте груз при ловле щуки, учитывайте парусность и особенности поведения щуки. Используйте различные раки, твистера, ставьте груз полегче, пусть приманка дольше падает, больше парусит, и тогда у вас количество поклевок явно увеличится. Вторую ошибку я опишу, как неправильно подобран горизонт ловли. Осенью в Черкассах мы ловили щуку, это в основном была рыбалка на больших поливах со средней глубиной 1,5-2 метра, но там присутствуют ямки и до 6-7 метров. Я наблюдал, как рыбаки подобрали приманку, например, воблер с заглублением 1,5 метра и ловили им на поливах, но иногда рыба попадалась. Потом они становились рядом с нами на ямку, где мы исправно таскали щуку одной за другой, и тот же воблер с заглублением 1,5 метра проводили на 6-7 метровой глубине. Понятно, что щука стоит возле дна, и таким образом они совсем не попадали в поле ее зрения и удивлялись, почему у нас на джиг клюет, а у них не клюет. Поэтому всегда учитывайте глубину и подбирайте приманки, джиг, воблеры с заглублением, которое будет соответствовать глубине, на которой стоит щука. Если это глубина до 2 метров, подбирайте воблеры с заглублением 1,5 метра. Если же глубина 6-7-8-10 метров, лучше в таких условиях ловить на джиг. То же самое касается и ловли на вертушке, на колебалке. Много рыбаков любят ловить щуку на вертушку, но когда они проводят ее с заглублением 1 метр, на глубине 5-6-7 метров, это также очень мало дает результат. Поэтому подбирайте всегда приманку под условия ловли. Следующая ошибка у нас будет касаться выбора мест ловли. Также все основано именно на поведении щуки. Щука, например, на течении любит различные затяжки, ямки, обратки, где нет течения. Щука рыба ленивая, пассивная, она не любит сопротивляться течению, поэтому всегда ищет укрытие. И ошибка заключается в том, что рыбаки обычно хотят поймать щуку не в тех местах. Например, на каких-то реках, на поворотах щука будет стоять в коряжнике, в какой-то яме. Также она любит прятаться в траве, там это какие-то заросли кувшинки, кусты водорослей, остатки водорослей и тому подобное. Щука обязательно любит укрытие. Многие рыбаки, например, для того, чтобы не оборвать свой дорогостоящий воблер, идут забрасывать приманку на чистое место, где нет ни коряг, ни растений. Понятна вероятность поймать щуку, там будет гораздо ниже. Используйте оффсетные крючки вместе с силиконовыми приманками, для того, чтобы облавливать различные коряги, траву и труднодоступные места. Чем сложнее место, тем больше рыбаков забрасывало туда свои приманки и тем больше шанс поймать рыбу. То же самое касается и больших водоемов, какие-то заливы водохранилищ, большие озера и ставки. Ищите рыбу в корягах, да, ловить там достаточно сложно, бывают обрывы приманки, не всегда получается подать приманку, чтобы ее увидела рыба и клюнула. Но на чистых плесах рыбы точно не будет. Щука всегда ищет укрытие, как и практически вся остальная рыба, поэтому ищите рыбу в труднодоступных местах. Не ищите легких путей, пытаясь поймать щуку на каких-то чистых местах, где нет укрытий для рыбы. Следующая, четвертая ошибка при ловле щуки, также является достаточно распространенной. Опишем ее как несбалансированная снасть. Каждый водоем, зависимо от своих условий, наличие течения, глубины и тому подобное, подразумевает подбор специальной снасти для ловли в конкретных условиях. Например, на небольших реках, если мы хотим ловить щуку на джиг, мы используем грузики 1-2-3 грамма. Для такой рыбалки нам нужно какое-то ультралайтовое удилище с не толстым, но крепким шнуром. И мы забрасываем небольшие приманки 3-3,5 дюйма. На больших водоемах при ловле крупной щуки нам нужно также подбирать достаточно мощное удилище, когда нам нужно забрасывать и груз, и достаточно объемный тяжелый силикон, когда силиконовая приманка сама по себе весит 20-30, а то и больше грамм. И здесь нужно тщательно подходить к выбору снасти. Снасть должна быть полностью сбалансирована. Это и удилище, и катушка, и шнур. Три основных элемента нашей снасти. Поэтому для ловли на небольших водоемах с небольшими весами приманок лучше использовать достаточно деликатные лайтовые удилища с тестом до 7-10-12 грамм. На средних водоемах можно использовать удилища до 15-20-25 грамм. Ну и при ловле на большие приманки соразмерно уже используем тяжелые мощные снасти. Очень часто на водоемах на маленьких реках люди используют толстые шнуры и мощные удилища. Таким образом они и приманку легкую, небольшую, с небольшим весом не могут забросить. Забрасывают приманки потяжелее, с большим грузом. И тут мы уже возвращаемся к первой ошибке. То же самое и на больших водоемах. Пытаются ловить щуку на легкие ультралайтовые и лайтовые снасти. Ловят на маленькие приманки. И щука большая практически не попадается. Потому что она не реагирует на мелкий силикон, большой щуке нужен большой кусок. Тем более на больших акваториях, где щука привыкла есть килограммовых карасей, лещей и тому подобное. Используйте шнур соответственно вашей снасти. Если это лайт, ставьте тонкий 0,5-0,6 шнур. Если удочка достаточно мощная, грамм до 30-40, можно ставить шнур от номера 1 до 2 по японской классификации. Тогда у вас будет и запас мощности, и можно забрасывать большие приманки. И с крупной рыбой вы также справитесь. Очень часто, кстати, при ловле крупной щуки на лайтовые снасти и ломаются удочки, и рвутся шнуры. Потому что из-за неопытности рыбаки просто не могут справиться с трофеем. А мощная снасть все-таки очень часто прощает рыбакам многие ошибки. Ну и последняя ошибка у нас будет касаться подбора приманок относительно мест ловли. В этом пункте я больше расскажу как надо, чем как не надо. Но не стоит забывать, что в рыбалке особо нет никаких правил. Каждый водоем уникальный. Время года, время суток. И всегда нужно действовать по ситуации. Но вернемся к нашей ошибке. Например, как я уже говорил, при большой глубине 6, 7, 10, 12, 15 метров лучше ловить рыбу на джик. Потому что хищная рыба, в частности щука, стоит около дна. Очень редко она поднимается в толщу. И поэтому нужно ее доставать теми приманками, которые будут проходить в том горизонте, где она стоит. Также успешно можно ловить щуку на ратлины. Это тяжелые безлопастные тонущие воблеры, которые также заглубляются на любую глубину. Их мы можем проводить джигом, как любую силиконовую приманку. Ратлины также очень эффективно ловят щуку на глубине. Например, если же глубина небольшая, 1,5-2 метра, при этом в пол воды растет трава, тут гораздо эффективнее будет использовать воблеры. Потому что если мы будем ловить на джиг, на силиконовые приманки, трава будет цепляться просто за поводок, крючок будет вылазить из приманки, и рыбалка будет становиться не особо эффективной. В то же время, когда воблер-суспендер с заглублением до метра будет у нас рыскать над травой и выманивать щуку из травы. То же самое касается и использования размера приманок. На каких-то небольших водоемах щука очень хорошо клюет на маленькие приманки размером от 2 до 3 дюймов. И при правильном подходе можно ловить на диких реках по 20-30 щук за рыбалку. В то время я наблюдаю, когда другие рыбаки пытаются использовать достаточно крупный объемный силикон приманки по 4-5 дюймов, количество поклевок в такой ситуации будет гораздо меньше. А даже если щука будет выходить и клевать на крупный силикон, она не будет засекаться, просто оставляя какие-то порезы и следы от зубов. То же касается и больших водоемов, где щука привыкла к достаточно крупной кормовой базе. Там нужно все-таки использовать приманки пообъемней, покрупнее, уже от 4 дюймов и выше. В последнее время очень популярна рыбалка именно на очень крупные приманки, там по 15-20-25 сантиметров. И она показывает хорошие результаты именно при ловле крупной трофейной щуки. Поэтому в каждых условиях нужно подбирать именно тот тип приманки, не забывать про глубину, про горизонт, в котором стоит рыба. И всегда иметь с собой разный тип приманок. Это и вертушки, и блесны, немного силикона на разных крючках. Это офсетные крючки при ловле в траве и в корягах. И открытые джиг-головки, двойники, одинарники. Также нужно иметь несколько воблеров, если вы любите ловить в основном на джиг, потому что предпочтения рыбы очень часто меняются. В одних и тех же местах одну рыбалку рыба лучше клюет на воблеры, в другой день. Здесь она ловится только на джиг, потому что рыба стоит прижата к дну, никуда не хочет двигаться, выходить, атаковать воблеры. Вот такие, друзья, у нас топ-5 ошибок при ловле щуки. Конечно, они касаются в основном новичков, людей, которые только пытаются, учатся ловить рыбу. И я думаю, мои советы, такой разбор был для вас полезен. И каждый, кто посмотрел это видео, узнал для себя полезную, интересную информацию. Кстати, напишите в комментарии, какие ошибки при ловле щуки допускали, либо же допускаете вы. Очень интересно будет почитать. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления про новые интересные выпуски. С вами был Павел, Флагман ТВ. Всем пока, до встречи на воде, не допускайте ошибок.